В декабре 2017 года в соответствии с постановлением Рязанской областной думы вокруг Рязани появился так называемый «зеленый пояс». Лесопарковая территория площадью 68 тысяч гектаров. В Рязани проводили мы его, группа активистов, используя наработки, которые годами, то есть нельзя было это в короткий срок сделать неформально. У нас есть люди, которые занимаются картографией давно, они использовали наработки городские, лесозащитных полос, вот такие вот, все как-то использовалось сразу. Поэтому получился такой хороший проект. Благодаря проделанной работе удалось сохранить в зеленой зоне монастырскую Дубраву возле Свято-Труицкого монастыря в Рязани сквер в микрорайоне Дягилева. В зеленый щит вошли Карцевский и Луковский лес. Городские леса в курортном микрорайоне Солоча – природный парк в Недостоево-Барковской пойме. Многочисленные пойменные и водные объекты. С момента образования «зеленого пояса» всегда какие-то конфликты возникали. Самый, наверное, острый конфликт – это Московское шоссе напротив Барса. Помните, вот эту Дубраву, до сих пор на нее покушаются, потому что в свое время этот лесопарковый, эту зону перевели под застройку торговых центров. Собственники этих участков до сих пор за нее сражаются. Тут надо руку на пульсе держать, боюсь, что могут забрать у нас этот участок. Между тем, помимо задачи сохранить уже имеющиеся, существует необходимость восполнять ресурс. В этом году Рязань во второй раз поучаствует во всероссийской акции «Сохраним лес». В Шиловском районе 18 сентября высадят порядка трех тысяч сеянцев сосны. Будут заложены именные борозды дубов в честь земляков-ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме Рязани в акции участвуют еще 70 регионов. Всего планируют высадить 40 миллионов деревьев за эти дни. Рязанская область известна в стране как Мещерская сторона, заповедные леса, воспетые в произведениях Паустовского, по сей день восхищают необыкновенной флорой и фауной и остаются легкими региона и достоянием страны. Известны далеко за пределами региона сосновые бары Солочи и необыкновенный пьяный лес Шиловского района. Празднование Дней леса каждый год акцентирует внимание людей на острой необходимости сохранения и восполнения лесов, легких нашего региона, страны, планеты. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».